так всем привет мои друзья мои друзья хорошие подписчики просто смотрители канала сегодня у меня выдался такой момент пришел не заказ который я делаю в среднем раз в году вот и его нужно было вышивать и я попросил у подруги вышивальную машину вторую джинамия 500 вот и хотел сделать вам сравнительный анализ двух казалось бы одинаковых машин короче если вы видите то 350 вышивает еле-еле на максимальной скорости я даже сомневаюсь что здесь заявленных 750 пешков в минуту вот потому что здесь на 600 пешках минуту вышивает во много раз быстрее одинаковые заполнения это первое второе максимальные тальца максимальные тальца у этой вообще как а четвертый плюс то есть где-то 28 на 28 на 20 сантиметров это достаточно большое поле выше а вот ну она больше мощнее вы принципе я так понимаю что у них не совсем большая ценовая разница а вот но единственное что это при прошлая модель это новая модель они убрали некоторые косяки я кстати свою машинку еще раз поломал потом отремонтировал теперь она вышивает чуть-чуть получше резинки есть которые иногда растягиваются их нужно менять вот тут и крайне начнем сравнение экранчик тут монохромный но в целом меня как бы монохром не смущает потому что все равно используется только один цвет нитки вот здесь цветной экранчик много всякой ну это экранчики допустим ладно дальше шоуна здесь частая проблема которая устраняется в общем-то путем наматывания нитки куда-нибудь в эту сторону потому что здесь очень странно работают тарелочки тут у него есть даже как не подобраться но я так и не понял за много лет использования чем там фишка поэтому просто используют намотал намотал вот тебе и натяжение а вот здесь натяжение все осуществляется компьютером скажу вам что это не очень удобно потому что я не могу понять не очень нельзя контролировать то есть какие-то там там чуть-чуть подкрутил сильнее закрутил меньше закрутил вначале она вообще вышивала не очень подруги на я ее пришлось ее подкрутить под настроить под свои нужды дальше все что мне чем не понравилась эта машина это тем что ну во-первых не привыкли к ней во-вторых у нее очень тупорылая система втевания нитки в иголку я так и не понял как ей пользоваться поэтому мне проще было втекать обычным способом пальцами в иголку нитку в иголку хотя здесь эта система намного лучше дальше я думал что они здесь устранили люфт потому что как бы большая вот эта вот стигня там сцепка вместо сцепки достаточно широкая но нет не устранили он есть он есть он небольшой он прям они примерно одинаковые ну то есть нужно это учитывать ну а так в целом вот смотрите никому не советую покупать эту машину то есть то если вдруг захочет сэкономить или еще что то вы не сэкономите вы только очень сильно намучаетесь из самых бюджетных вариантов и самых дешевых и доступных лучше брать вот эту а вот чтобы вы не задавали много глупых тупорылых вопросов которые я не имею ответов я не меня это только вторая машинка которая я трогаю сам а вот и вот сравнение просто скорость поле вышивки где тут максимально вот у меня есть максимальные пяльца для сравнения то есть ну вообще вообще все спасибо что смотрели видео подписывайтесь на канал ставьте лайки и оставляйте свои комментарии добавляйтесь во всякие там друзьяшки в фейсбуке контакте инстаграме пока